Billboard Music Awards 2019 закончились! Одна из самых интереснейших премий года! И кому не хочется смотреть 5 часов видеосъемки, я вам сейчас все расскажу. Кто забрал главные награды, кто опять пел под фанеру, кто выступил не очень, а кто наоборот очень сильно удивил. Давайте разбираться, поехали! Рам-музыка, парам-да-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па! Привет, ребята, это Рам-музыка! Billboard Music Awards 2019 закончилась! Мы смотрели её все вместе в нашей группе ВКонтакте по ссылке в описании. Трансляция, по-моему, до сих пор ещё там. Её пока не заблокировали, можете посмотреть, кто хочет. Ну, а мы коротко, постараемся коротко разберём всё, что произошло. Итак, давайте перейдём сразу к делу. Церемония открылась выступлением Тейлор Свифт и Брэндона Ури с новой песней Me, с нового альбома Тейлор Свифт, которая вот только совсем недавно вышла, потрясающе яркий номер, отличное такое вступление к шоу, летали ребята по сцене, на зонтиках, прям воссоздали частично клип, танцоры в ярких костюмах, все очень красиво вышло, очень модно, с бэками пела Тейлор Свифт, но всех было слышно, ребята молодцы, и Брэндон Ури тоже не подвел. Конечно же, овации, отличное начало шоу. Келли Кларксон, как и в прошлом году, наверное, сделала один из лучших номеров церемонии, потому что вживую офигенная сотворила попури из песен номинантов на премии, получилось очень жиренько, очень классно, не нужно никаких вступительных речей, мне понравилась съемка, необычно сняли, так по сути все действие происходило в зале, Келли ходила туда-сюда, потом поднималась на сцену, Ну, то есть, как-то, не знаете, по-другому вы на стриме можете заметить, я это сказал. Вот так. Далее, Холзи исполнила чувственную версию композиции Without Me с хореографией в кожаном боди. Очень красиво получилось, сложный номер, контемпоританец туда же приплетен, затягивает, знаете, привлекает внимание. Лучшим рок-артистом стали Imagine Dragons, я, кстати, не знал, что они пришли, на красной дорожке их не было видно. Дэн Рейнольдс посвятил речь проблемам ЛГБТ-сообщества и конверсионной терапии. Вот так вот. Все в зале ненадолго поникли, ну а потом пришли в себя. Лучшим R&B-артистом стала Элла Мэй. Очень интересно и хитро, Бейонсе и Джей-Зи получили награду за лучший рэп-тур и лучший R&B-тур. Вот я вижу. Награда не вручалась, я это заметил уже после церемонии. Так, знаете, хитренько. Сиара под фонограмму очень сексуально и очень энергично станцевала. Было в духе, знаете, Джена Джексон очень было похоже. Но все эфирное время на себя забрала Тейлор Свифт, которая приплясывала активно к каждому номеру и отбирала на себя все камеры. Нашу любимую группу BTS тоже показывали часто и когда надо, чтобы, как говорится, удержать зрителя. Всем, кстати, ребятам спасибо за трансляцию, всем, кто пришел. Действительно, зритель удержался. Но выступления были, в общем, классные и артисты были топовые. Вот вообще, честно говоря, время пролетело незаметно. Даже рекламы быстро проходили, люди отправляли донатики, передавали привет своим друзьям, опачкам там, юнмингам. Мы просто во время рекламы это читали и радовались. Дрейк отличился, забрал награду за лучший альбом лучшего мужского артиста и артиста в целом. И все эти три награды вручались в прямом эфире, так что он три раза выходил на сцену. Помимо этого, он там еще кучу статуэток оттяпал, поблагодарил, значит, фанатов, поблагодарил свою маму, что она заставляла его ходить на фортепиано. В общем, молодец. На дорожке его, на красной, я тоже не видел, но было круто, что он вышел и вот так высказался. Очень тепло. Затем на сцену вышли Jonas Brothers, воссоединившийся. Каждый спел сначала свою песню. Ник Джонас спел свою Jealous. Этот спел Джо Джонас, песню группы DNCE, Cake by the Ocean. И потом они вместе соединились и спели новинку, которая называется Sucker. I'm a sucker for you. Ой, фальшиво. На тужновато, конечно, немного ребята пели, но зато вживую. И, в принципе, мне понравилось, не буду скрывать. BTS взяли награду за лучшего артиста соцсетей. И мы ее вручили прямо на красной дорожке. Но потом они взяли награду за лучшую группу в принципе. И тут они, конечно, охренели. Было видно по им лицам. Зал визжал. Все в восторге. Разволновались. Ну и сегодня РМ тащил, собственно, все речи и все ответы. И отвечал на вопросы, как боженька. И вообще, короче, вносил уверенность в коллектив. Чтобы, ну, не мучить остальных ребят. Раз я знаю английский, я выскажу сам за всех, сказал РМ. Спасибо. Я люблю тебя. Потом нам показали классное выступление Арианы Гранде из ее тура. Она сейчас находится в дороге. И показали... Если вы не были на концерте Арианы, собственно, вот, можете посмотреть, как это будет выглядеть. Прямо из зала. Очень классная профессиональная съемка. Мощное высокобюджетное выступление Мадонны и Малумы вышло также на первый план. Мадонна, по сообщениям прессы, потратила 5 миллионов долларов своих денег на всякие голограммы, на всякие визуальные эффекты, которые мы с вами видели по телевизору. Люди в зале не видели. Вот. Вот так вот. Можно было видеть несколько разных танцующих Мадонн в разных костюмчиках. Кому-то понравилось, кому-то нет. Сама уже она, хоть и взрослая тетя, спускалась, как я сказал на стриме по лестнице, намного увереннее Малумы. Тут уже, наверное, опыт играет свою роль. Для Малумы это, конечно, был звездный час. Сидел на первом ряду, улыбался, всем строил глазки, был все время в кадре. В отличие от Мадонны, которая не вышла на красную дорожку и в зале тоже после выступления не появилась. Песни у меня вызывают точно такие же эмоции, как и до выступления. Никакие. Ничего не изменилось, скачать не захотелось. Спела Мадонна под фонограмму. Мне сначала казалось, что она что-то там поверх пела громкой фонограммы. Но, скорее всего, это была плюсовка полностью. Слои сверху поназаписаны, знаете, чтобы типа вживую. Но, как бы, нам и не надо же живое. Легенда жива, здорова и еще пока выступает. Вот и все, что нам нужно. Идем дальше. Карди Би выходила на сцену два раза в двух разных платьях, получая награду за топ-песню Чарта Ход 100 и лучшую рэп-песню. Очень смешные и благодарственные речи у нее получились, но, по крайней мере, она искренне радовалась. Несла фигню всякую, но речи не готовила, но хотя бы довольная была. Больше всех побед вышло у Дрейка. Он забрал 12 статуэток и стал самым награждаемым артистом в истории премии. Затем было честование иконы Марайи Кэрри. Она спела попури из своих хитов. Зал стоя это все слушал. Тейлор Свифт там, бедная, чуть ли не заревела. Я вообще в шоке от такой кардинально другой Тейлор. Видимо, она просто выбросила все из головы и насладилась премией как зритель. Но она сидела на первом ряду, она знала, что ее снимают с другой стороны, правильно? Марайя толкнула шикарную речь. Премию в группе в нашей ВКонтакте можно глянуть, если хотите. Голос в начале попури сорвался чуток. И, зная боязнь сцены Марайи, она начала нервничать, чуть взмокла. От нервов дальше уже голос срывался еще пару раз. Получилось все очень трогательно. Все аплодировали стоя, подпевали и поржали, когда Марайя после своего волнения промахнула лицо салфеточкой и выбросила ее прямо на сцене. Намусорила икона. Худая легенда. Паник от Диско успели отлично, без косяков и помех, вживую. Келли Кларксон появилась потом спеть саундтрек, который недавно вышел, очень красивый. Ну и Брэндон Ури вернулся на сцену, чтобы получить статуэтку за лучшую рок-песню. И настало время BTS. Три раза на сцене менялись декорации. Очень мощно. Холзи два раза переодевалась за время номера. Это где вообще видано такое? Декорации напоминали нам клип. Это были, значит, сцены с фонарями, сцены с кинотеатром Персона. Сцена, значит, с огромным светящимся словом лав. Кто смотрел клип или мою реакцию на клип, тот поймет. Ребята спели примерно так же, как и когда я их первый раз услышал вживую на шоу Эллен. Слишком громко выкрутили плюсовку и бэки. Они что-то там поверх пели. Были слышные выкрики, типа там, хэй, ха, ха, ха. Ну и рэп. В основном это был такой микс из фанеры и чуть-чуть вдохов и выдохов. Но очень впечатляет, конечно. По холзи было видно, что вживую это петь нереально. Она убирала микрофон и плюсовка допивала за нее. Иногда, значит, запыхалась и задыхалась из-за прыжков и танцев, что капец. Вообще было вот так. Ну а ребята научены. Ребята уже знают, когда лучше не петь, когда убрать микрофон, чтобы не было слышно каких-то лишних вздохов и выдохов. Но мне понравилось в общем и целом. Не такая уж и сильная песня, как предыдущий или позапредыдущий сингл. Но мы это уже обсуждали в реакции. Можете посмотреть там. Самый цирк был, конечно, в самом конце. Когда Пола Абдул, дабы пропиарить свою новую резиденцию в Вегасе, целый номер поставила из своих лучших хитов. Мало того, что она открывала рот под фанеру. Такой этой фанерой. Был еще такой принитивный, небрежный автотюн. Некрасивый. Знаете, что по ощущениям это было похоже на нашу эстраду. Когда, знаете, например, Валерия или София Ротару поют какую-нибудь свою старую песню под старинную фонограмму 90-х годов, когда у них еще молодой голос. Короче, Пола Абдул всех переплюнула, переиграла. Но двигалась она, между прочим, очень даже хорошо. Ну, намного лучше той же Мадонны, которая старше, у нее всего на 5-6 лет. Летала по сцене. Мужики ее там вообще туда-сюда пихали, кидали со всех сторон. Она бегала. Вот такие дела. Очень интересная церемония получилась. Мне очень понравилась. Опять же, еще раз скажу, время пролетело незаметно. Спасибо, ребята, за наши донатики, за вашу поддержку. Переветы передали всем, кому можно и кому нельзя. По итогам церемонии больше всего наград у нас у Дрейка. 12 наград. Карди Би получила 6 статуэток. Maroon 5 получили 4 статуэтки, потому что они совместные с Карди Би. Ариана Гранде, BTS, Beyonce, Jay-Z, Panic! Дейско получили по 2 статуэтки. Лорен Дейгл или Диггл, до сих пор не понял. И Элла Мэй получили по 3 статуэтки. Ну, там есть еще артисты, которые получили по одной статуэтке очень много. И еще там по 2-3. Это основных я вот так перечислил. Как вам церемония? Опять же, все церемонии, чтобы вы не теряли на будущее. Я больше не буду так спамить все соцсети в следующий раз. Церемонии у нас все ВКонтакте. Следите за каналом, следите за группой ВКонтакте. У нас скоро будет церемония... О, господи, у нас скоро будет трансляция Евровидения. Вот, на Ютубе. Может быть, еще и в Инстаграме. Что-то у меня телефон начал перегреваться по непонятным причинам. Не знаю, что с ним делать. Заходите, подписывайтесь, да, на инсту. Кстати, вот так вот. Прямые эфиры у нас часто бывают. Очень много всего обсуждаем. Ржем, сториз и все такое. Все новости скоро и там. Надеюсь, видео получилось не очень длинным. Но я уже вижу, что достаточно длинным, черт возьми. Ну ладно, ничего страшного. Увидимся уже очень скоро. Хорошего вам просмотра. Рассказал, как только мог сжато. Хорошего вам дня. И привет всем подписчикам, кто смотрел. Ну-ка, проверим автофокусик. Очень красиво. Все, пока.